Девушки отдыхают Я бы хотел порыбачить с сыном Но нам Пора встретить свою судьбу Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали Вел к этому моменту Каждая капля крови Фото и слез Мои, ваши Приближали этот день Этот час Персы пришли Чтобы сделать из нас рабов И вот что я думаю Давайте напоим богов Их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За спарту! Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет, друзья! Друзья, с вами Терминатор, топ геймер мира Мы начинаем проходить игру Assassin's Creed Odyssey На нас напали персы Это как бы вступительная миссия Играем мы за Леонида Но все мы знаем, что мы здесь играем за Алексиаса И за Кассандру Но вот во вступительной миссии мы играем за Леонида И нам надо победить вот этих вот военачальников персов И сейчас мы их всех победим Потому что другого пути быть не может Рывок быка Что-то я не того убил Или того А это уже новый походу Так, еще у нас один повержен Давайте мы нашим друзьям поможем Так, что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? 42-й Это типа я 42-й левел, да? Наверху пока Как он справа В костер его можно выпнуть? На! А ему вообще похеру Он даже на огне стоял Даже не поджегся А нет, вот он горит, горит У него тратятся жизни Ой, куда он улетел-то? Со скалы, со скалы упал Годится Вон там Нам надо теперь того перса победить Наших там бьет Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню Ну же, перс! Я принесу Ксерксу твою голову, смартанец! Попробуй! Попробуй, бичара Первая наша атака прошла успешно Здесь мы уворачиваемся Ох ты, блин! Ранил меня! Но ничего Даже мой сын дерется лучше тебя Я убью тебя! И все сыновья спарты Станут рабами к сердцу! Они скорее умрут! Ха-ха-ха-ха! Что ж можно и так? Скис без армии Что защищает тебя? А кровью истекаешь ты! Да, странно говорить Когда у человека уже почти кончились жизни И он говорит то, что типа он выигрывает Все лицо вон в крови уже Че ты, Куруш? Иди сюда! Сейчас мы его замочим Опа, где меня уронили вообще? Ну все, сейчас я тебе кранты А, защититься успел, прикиньте Вот сейчас мы его добьем Давай, удар быка Мы спартанцы! Нас предали, мой царь Ксеркс Узнал о тропе в горах Они идут Ха-ха-ха-ха-ха-ха! К рассвету Вы будете полностью окружены Мы спартанцы Нам не привыкать Спартанцы! Это слово забудут Когда Ксеркс Сотрет ваш народ с лица Это Был день, который Персы не смогут забыть А завтра Будет день Который запомнит Всяк Живущий Постаральный сыр Наконец Куриный на нём. Впервые в жизни мне так повезло. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Сейчас включу. Обрати внимание, с прошлого раза кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Итак, не будем торопиться. Ясно, но если захочешь острых ощущений, я в любой момент могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Также нам надо выбрать режим. Режим герой. Классический режим игры. Отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях задания. И режим исследователей. Новый режим игры. Игроку необходимо исследовать мир, чтобы раскрыть местоположение целей и отыскать места выполнения заданий. Но мы давайте выберем режим герой. Мне нужна вся информация, что есть. Я не собираюсь блуждать там вслепую. Как скажешь. Если передумаешь, дай знать. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь. Если автор книги прав, то это копье может изменить все. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но... Доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоит. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права. Да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Мы будем следовать цепочке Алексиаса. Я хочу за него играть. Да, я уверен. Порядок, босс. Мы готовы отправляться. 431 год до нашей эры. Начало Пелопонесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы одолеем Абстерго. Если Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Виктория, прочитай книгу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гавнюк Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай-давай-давай Подходи сюда Я тебя уничтожу За ту? Каждую неделю такое Я так больше не могу Эх, спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Всё уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил урок? Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть, Икар? А как ты думаешь, Зевс даст мне орла? Так же, как и тебе, Алексиус. Может, попросишь его? Я замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего ещё хочет этот плод? Не знаю. Просит навестить его в новом доме. У виноградника. Стоп. Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. И давно у него виноградник? Со вчера, кажется. Так... Маркус должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. И где мне искать его новое, дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? В югу от неё. Ну... Думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Кхм. Я скажу ему, что ты придёшь. Ох, больно. Выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Взвешивайте свои решения, так как некоторые из них влияют на сюжет, и их нельзя изменить. Ну чё? Чё, мы их отпустим? А вы напишите в комментарии, чё бы сделали вы в этом случае, но я их отпущу. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлёт вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. Вот только оденусь. Наша одежда лежит наверху дома. А у него там нету шкафа или чего-нибудь. И он не боится, что у него сундук украдут. Надену, пожалуй. Надевай, надевай. Мы взяли, значит... Тунику. И ещё мы взяли... Пояс. Пояс Мистия. Там ещё что-то было. Вот здесь внизу я нечаянно выключил. Верный, но сломанный лук, который нужно починить. Надеюсь, мы его починим. Маркус купил новый виноградник на Кефалинии. Он находится в южной части горы Энос. Давайте, значит, посмотрим карту. Карта здесь... Довольно-таки большая. Собственно говоря... Чтобы всё посмотреть, понадобится, блин, не одна неделя, походу. Здесь у нас есть неоткрытые местоположения. Но я надеюсь, мы с вами всё это посмотрим. Давайте пока отправимся к Маркусу. 333 метра. Вот такая цифра. А я могу как-то ускориться, чтобы побыстрее побежать? Кувыркаться здесь не надо. Это не гимнастика. А чё это такое? Типа я могу на барани ехать? Это мой кар его замочил? Птица там какая-то подлетала и... его подбила. Я вам ничего не сделал, мужики. За то, что я пощадил вас, грубияны. Ты чё, мужик, а? Сейчас! Чё они на меня нападают? Я даже не вспотел. Я даже не вспотел, но уже подох, главное. Как он вообще говорит? О! Ты откуда? Надо было их реально убить, чтобы они не нападали на меня. Да выкинь ты его, он вонючий. Да не надо никого подбирать. Там же вроде можно было людей обобрать. Вы находитесь близко, нажмите, чтобы вызвать Икара. Собрать. Подобрать. Этот, видимо, бомж. А этот... У этого можно собрать. Афинский нагрудник. Прикалячи, чё я взял. Я могу теперь его надеть? Вот это, да, здесь? Нагрудники. О! Защита шесть. Плюс четыре процента. Урона убийцы. Тут урона воина. А я убийца же, ассасины, они же убийцы, не воины. Вот это мощь. Давайте вызовем Икара. Поиск цели. Чё мы ищем? О! Это там задание, что ли? Полетела птичка. Золотой орёл. Это что там за задание? Местоположение вон тоже надо найти. Ну ладно, это не туда нам надо идти. Смотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Вот виноградник. А вон там задание какое-то. Сейчас мы до него доберёмся. Всякие здесь барашки бегают. Земля забытых снов. Новый регион открыт. И это хорошо. А я, наверное, здесь смогу пробежать, да? Через вот эти вот виноградники. Чё это тут всё растёт? А то, что 212 метров на радаре, это что значит? Найдите Маркоса и поговорите с ним. А у меня есть зрение ассасина? Так, стоять. Мягкая кожа я уже добыл. Железо. Так. Голодные боги здесь заданий, кстати. А вот здесь по стопам богов. Рекомендуемый уровень 2. Здесь тоже рекомендуемый уровень 2. Но мы эти задания как бы выполним. Бродячая акула. Рекомендуемый уровень 3. Представляете? 69 метров до цели. Он сказал мужики? Маркос, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем весь. Забудь все, что ты знаешь о прошлом, друг мой. Вместе мы совершим переворот виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне. Алексиос, слава богам. Феба тебя нашла. Я тебя слышу. Я волновался. Я волновался. Тебя ищет люди циклопа. Ты в опасности. Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино. Ты любишь вино. Все любят вино. И все покупают вино. А я продаю. Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. О, как все просто. Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно. Ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет. То есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно. Но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги. Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис. Ты знаешь его. Он славный. Дурис, ты выжил из ума. Не давай ему деньги. Он всегда возвращает. Если его припугнуть. Именно. Это в общих интересах. У Дуриса есть деньги, у тебя работа, у меня процент. Кефалиния изумеетельна, правда? Где его искать? В Сааме. Лавка с видом на пристань. Ты и так знаешь, Алексиос. Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией. Откуда мне знать? Как мне поступить с ним? Не так, как с тем торговцем оливковым маслом. Ты перестарался. Но деньги достал. И больше он с нами не работает. Нужно быть дальновиднее, Алексиос. Угрожать, припугнуть, сколько угодно. Кради деньги, если нужно. Но оставь мне покупателей. Убивай только в крайнем случае. Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно. Но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но... Подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Так, давайте подумаем, какого коня взять. Может, этого? Или этого? Мне нравится, наверное, вот этот. Македонская пичка. А посередине? Тот, что в центре. Расскажи о нем. О, ты выбрал красавчика. Он родом из Солоников. Ему неведом страх. Расскажи об этом. Он Саскироса. А ты знаешь толк в скакунах, друг мой. Этот конь карабкается по скалам, как козел. Я выбрал. И какого же? Беру коня справа. Ээээ, чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Чё? Ты же только что сказал то, что у него, короче, самый лучший выбор для воина. А я воин. Вот этот. Ты уверен? Ведь... Да, Маркос. Все выигрыши. Всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Приходи к храму в Сами, когда ты получишь свои деньги. А, Эфтерпа. Вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостницы Клопа. Кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктемены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Ну не забудьте про Дуриса, Алексиос. Взял, затоптал просто. Итак, у нас задание выполнено. Что-то начинается. Мы... Дошли до Маркоса. И, короче... У нас теперь есть конек. Куда пошел? Стоять! Вот такой вот конь. Специально для война. Найдите Острокон. А что такое Острокон? Теперь у нас как бы... Миссия сбор долгов. Задание Одиссеи. Снаряжение, кстати, появилось. Ну-ка, давайте посмотрим. А, конь. Можно типа... Три коня, четыре иметь коня. У меня девять золотых монеток. Драхмы. Трахмы! Ботинок нету. Есть туника новая. А я карту хотел посмотреть. Давайте посмотрим карту, значит. Так, это у нас что? Голодные боги миссия. Здесь неоткрытое местоположение. Случилось так, что Маркос спустил деньги Алексиуса на виноградники. Алексиусу пришлось заняться сбором долгов, чтобы вернуть причитающиеся ему Драхмы. Доберитесь до лагеря разбойников и спасите Фебу. Бордячая акула. Так, ну что, мы, значит, отправимся спасать Фебу уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всем счастливого пути. Играйте в игры и самое главное, это берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.